Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Изекииля и обратимся сейчас к шестой главе. В шестой главе мы обнаруживаем некоторые новые по сравнению с предыдущими первыми главами книги вещи. Во-первых, Господь обращается к Изекиилю, призывая пророка снова возвысить голос и возвестить некоторые пророчества, и говорит, что сын человеческий, и теперь здесь, в шестой главе, он говорит, обрати лицо твое к горам Израилевым. Таким образом, в сущности, конечно, поэтический прием, тем не менее, используется здесь вполне определенным смыслом. Пророчество, которое Изекиилю должен произнести на горы Израиля, конечно, обращено к людям, которые совершают те преступления карой, результатом, плодом которых будут бедствия. Но, как и многие другие авторы библейские, Изекиилю помнит о том, что Бог говорит Адаму, проклята земля за тебя, проклята земля за тебя. Поэтому участь земли, гор и холмов и долин Израиля, как и вообще участь всей, так сказать, вне человеческой природы на нашей планете, сильно зависят от того, что из себя представляют люди, и как мы себя ведем. И скажи, горы Израиля, вы слушаете слово Господа. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч. Понятно, что речь идет, конечно, о людях, которые на этих горах и холмах живут, о поселениях, которые на них расположены. И жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты и повергнут убитых ваших перед идолами вашими. Таким образом, главное, собственно говоря, не о том разговор, что вся тварь, как выражается апостол Павел, стинает и мучается до ныне, а главное это то, что идолопоклонство, в котором Бог упрекает избранный народ, это идолопоклонство становится причиной гибели людей, становится причиной того, что наступающие вавилонские войска в очередной раз наступающие убивают людей, в общем, не разбирая степени вины каждого. Это довольно трудный момент, который очень не нравится современному читателю, и поэтому нам бывает непросто его принять. Нам кажется, что такого рода вещи – это несправедливо, когда большие тулпы, обитающие на холмах и горах Израилевых, и в его долинах, значит, бедствие должно индивидуально с каждым разобраться, и коллективная ответственность такого рода, когда все уничтожается, да, и все люди погибают без разбора, это несправедливо. Но здесь Господь говорит не о том, что справедливо или несправедливо, а о том, как есть. Реальность вот такая. Вавилония не оказываются слишком неизбирательным орудием, скажем так, и грех, который совершают израильтяне, грех идолопоклонства, в самых разных формах существующие, жертвенники, солнечные столбы и так далее. Этот грех он уничтожает, разрушает, делает нежели неспособным весь мир, в котором он совершается. Города будут опустошены, и высоты ваши разрушены. Господь через Иезекииле таким образом обращается к людям в общем уже не столько с предупреждением или с призывом, сколько с констатацией. Это важно, это должно быть сказано, потому что иначе люди будут думать, что беспричинно Бог прогневался по каким-нибудь вздорным обвинениям или вообще ничего не было. А Господь говорит, это все происходит для того, чтобы сокрушены, уничтожены были идолы ваши, и будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Узнаете, что именно Бог заранее знает это, заранее предсказывает именно Бог, единственный, настоящий, тот, кого нельзя было предавать ни в коем случае. Но дело даже опять-таки не в этом, потому что еще дальше Господь говорит в следующем, в восьмом стихе, вот что. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям». Да, множество израильтян, в общем, не в индивидуальную меру греха, гибнут от вавилонского нашествия. Гибнут потому, что вообще идолопоклонство в земле сей предательства Бога, измена почитанию единого Бога и исполнения заповедей, вот эта измена навлекла ярость Божью, навлекла гнев Бога на Израиля. Да, технология, так сказать, причинно-следственная связь здесь понятная, но важно, что Бог говорит, но это не будет полным истреблением, будет остаток. И вот это понятие «остаток Израиля», оно оказывается чрезвычайно важным, потому что дальше пророк будет говорить, и Бог будет объяснять ему, а по каким принципам, так сказать, отбирается остаток, что это такое, кто это, какова судьба, остатка народа Божьего, как тонкая ветвь из пня, оставшегося от срубленного дерева, возрастает этот остаток, от которого рождается новая жизнь и новая история народа Божьего. И у Иезекииля, и у тех, кто последовал за ним в пророческом служении, вот этот «остаток Израиля» обсуждается, обдумывается весьма подробно. Теперь, здесь в шестой главе Господь уже говорит поразительную совершенно вещь вот об этом «остатке». «Я сберегу остаток» и вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов. Ну, вроде бы, это повтор того же самого, как положено в библейской поэзии. Та же самая мысль должна быть сформулирована по-другому. Вот Бог сбережет остаток. Вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов. Вот уцелевшие, те, кто останутся живы. И они смогут вернуться к Богу. Вспомнят обо мне. Таким образом, спасительным результатом бедствия будет то, что хотя бы немногие, хотя бы кто-то вспомнит о Боге. Тоже справедливо ли это? И почему одни люди должны платить своей жизнью за возможность для других людей вспомнить о Боге и быть уцелевшими среди народов? Это вопрос, на который на самом деле ответа в библейской парадигме нет. Потому что все-таки здесь речь идет в гораздо большей степени о народе как таковом, о некоторой общности. Общности, где все друг с другом связаны. Ну и это, казалось бы, вещь такая достаточно понятная. Мы действительно все друг с другом связаны. Будь то в каком-то одном народе или во всем человечестве в целом. Но мало того, еще и в этой общности мы несем некоторую ответственность друг за друга. Это будет, кстати, одной из важнейших тем последующих глав книги пророка Иезекииля, там после десятой. Личная или коллективная ответственность. Для эпохи пророка Иезекииля коллективная ответственность совершеннейшая норма, там всем кажется понятным, естественным и правильным, что есть некоторая большая общность, народ, там кто-то в этой общности набедокурил, и все подвергаются каре Господней, все падают жертвами ярости Божьей. Конечно, для современного читателя это не так. Коллективная ответственность – это все-таки вещь малоприемлемая или вовсе неприемлемая. Мы привыкли думать, что каждый из нас сам отвечает за себя. Мы, может быть, отчасти потому, что не хотим разделить ответственность с людьми, которые окружают нас, с тем социумом, которому мы принадлежим. Может быть, и в самом деле потому, что это неисправедливо возлагать ответственность на людей, которые, может быть, и хотели бы что-нибудь исправить. Да не могли при всем большом желании. Ну вот, еще раз возвращаемся к тексту Езекииля. «Вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов». В библейской парадигме ответственности народа как такового это совершенно потрясающее новое откровение о том, что будут люди, которые вспомнят о Боге. Будут люди, которые смогут из этой причинно-следственной связи между идолопоклонством и разрушением вырваться. И смотрите, дальше Господь говорит, «Вспомнят обо мне уцелевшие ваши, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». Бог приведет в сокрушение эти сердца и умы, которые следовали идолам, почитали их, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали. И вот это, если хотите, одно из кратчайших выражений библейской аскетики. Что такое спасение в этом ветхозаветном, да в известной степени и в новозаветном тоже смысле. Они почувствуют к себе отвращение за то зло, которое они соделали. Вот это меняет человеческое сердце, по крайней мере, может изменить. Вот это меняет судьбу, вот это отвращение к себе за то зло, которое ты сделал, оно может сделать человека уцелевшим среди народов. Вот это и есть сокрушение блудного сердца. Таким образом, для этого надо услышать Бога, для этого надо понять, о чем Бог говорит, для этого надо согласиться с тем, что твой грех – это грех. и почувствовать отвращение к себе, и тогда что-то начинает меняться. Заметьте, что если люди начинают бить себя пяткой в грудь и рассказывать, какие они прекрасные, сильные, мощные, все делают правильно и всех угнетают, зачищают, еще куча разных слов существует, омерзительных в наше время, для подавления чужой жизни. Ну, потому что нам же мы не хотим испытывать отвращение к себе, поэтому называем это какими-нибудь эфемизмами. Но на самом деле, конечно, речь идет о насилии, которое люди творят. Причем, заметьте, в первую очередь насилие, которое мы творим как общество, которое мы одобряем, даже если не участвуем в этом собственными руками, поддерживаем вот это насилие, и есть то, что прямо противоположно покаянию, что прямо противоположно спасению. И пока ты не почувствуешь к этому отвращение, ты так и будешь лететь в ад, катиться в ад. В заключительной части главы Господь через Иезекииля, в общем, повторяет с некоторыми вариациями основные свои мысли. Так говорит Господь Бог, всплесни руками твоими и топни ногой твоей и скажи горе за все гнусные злодеяния Дома Израилева. Всплесни руками твоими, ну, сколько можно. Так не должно быть. Господь призывает каким-то образом выразить несогласие с грехами Израиля, выразить это отвращение за то, что, за то зло, которое они делали. И это важно, потому что теоретически можно, конечно, переживать раскаяние, сидя в неподвижности с каменным лицом. Но, ну, как-то все-таки что-то в этом есть не то, не настоящее. Поэтому Господь говорит, всплесни руками твоими. Вот выражение, знак того, что в твоем сердце происходят какие-то изменения, знак, обращенный в первую очередь к Богу. Это вещь нужная, необходимая. В отношениях с Богом, на самом деле в отношениях с людьми точно так же. Не должно быть каких-то вещей подразумеваемых, а надо, чтобы они были выражены и проговорены, потому что такова особенность жизни реальных личностей. Ну, и Господь говорит, совершу над ними гнев мой, снова возвращаясь к тем ужасам вавилонского завоевания, которые наступают на Иерусалим, и узнаете, что я Господь, и простру на них землю мою, и сделаю землю пустыней, и узнают, что я Господь. Таким образом, в этих страшных событиях слушатели Иезекииля призваны увидеть эту руку Божью, призваны увидеть то, что Бог – реальность. Бог – это в отличие от разнообразных идолов, реальность и реальность сильная, настоящая, мощная. Вот он предрекает заранее, здесь мы видим пророчество в самом, можно сказать, узком смысле слова, когда Бог через пророка заранее говорит, вот будет так, и когда это произойдет, вы увидите, что это я, что я действительно Господь. вы увидите и убедитесь в том, что моя власть – это реальность. Ну а, собственно, как иначе можно отвратить хотя бы кого-нибудь от идолов? Как можно исправить жизнь людей, которая погрязла в том предательстве, о котором говорится в начале этой главы? Только свидетельством реальности Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok